Ни пуха ни пера сегодня желали российским школьникам. В стране стартовал основной этап единого государственного экзамена. 26 мая по выбору сдавали литературу и географию. Литературу в Чувашии по предварительным данным сдавали 482 11-классника, географию 461. В этот день в республике работало 7 пунктов проведения экзаменов. В Чебоксарах ЕГЭ по географии писали в школе номер 2, по литературе в 48-й школе. Мне нужна литература для того, чтобы поступить на лингвиста. Ну, конечно, паника, небольшое волнение, все-таки первый экзамен. Я собралась на журналист, и мне этот нужен тоже предмет для поступления. Я, конечно, сейчас волнуюсь, но я уверена в своих силах, потому что я основательно готовилась. В плане сдачи самого экзамена в этом году для школьников ничего не изменилось. То же время на выполнение те же Кимы. Основные изменения, они коснулись организации процедуры в целом. Это, ну, уже много об этом говорится, да, оборудование камерами каждой аудитории. То, что теперь проход на ППИ осуществляется либо через рамку, либо через ручные металлодетекторы. Что особое внимание уделяется тому, чтобы на пункте проведения экзамена не было с мобильными устройствами ни взрослых, ни детей. И еще важный, наверное, момент теперь не просто использование мобильного телефона или любого другого устройства с выходом в интернет, а сам факт его наличия уже будет являться причиной для того, чтобы ребенок был отстранен от экзамена. Кстати, на официальном сайте, посвященном ЕГЭ, есть опрос, как к видеонаблюдению относятся сами старшеклассники. Вполне предсказуемо лидирует вариант ответа «Очень плохо я не смогу списать». Ольга Пыричкина, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.